Наша героиня запомнилась российскому зрителю, как Валентина Будько из сериала «Сваты». Этой ролью она покорила сердца миллионов. Но давайте же узнаем, если на экране наша героиня – энергичная, простая женщина с твердым характером, то какая она в реальной жизни? Судьба приготовила ей множество испытаний, среди которых была и любовь, и предательство, и несчастливые браки. Ее личная жизнь совсем не была легкой, в отличие от своей экранной героини. Татьяна пережила немало разочарований в отношениях. Она дважды выходила замуж, но вместо спокойствия и гармонии ее ожидали измены, предательства и даже насилия. Те, кто должны были стать ей поддержкой, приносили лишь боль и страдания. Несмотря на все трудности, она продолжала искать свое счастье. Но каждая новая попытка оборачивалась лишь разочарованием и разбитым сердцем. Начало ее карьеры также было нелегким. Татьяне посчастливилось попасть в Ленком, где она играла у Марка Захарова. Но он сразу обратил внимание на ее шоканье и гэканье, характерные для ее родного Донецка. Так можно говорить в селе, но не на сцене. Учил ее великий мэтр. Татьяна оказалась прилежной ученицей и быстро освоила новую манеру речи. В то время она находилась в браке с Владимиром Лавинским. Их встреча во время учебы в школе-студии МХАТ казалась началом чего-то прекрасного. Однако вскоре после свадьбы Владимир начал изменять жене, превращая жизнь нашей героини в настоящий кошмар. Они жили с его матерью, что только усугубляло ситуацию. На втором курсе Кравченко узнала, что ждет ребенка. Она с радостью сообщила об этом мужу, но тот настоял на прерывании беременности. Почему Татьяна согласилась, остается загадкой. Тем не менее, она сделала аборт. Несмотря на многочисленные измены, актриса долго закрывала на них глаза. Однако однажды, застав мужа с любовницей, она решила оставить все как есть. Но вскоре Лавинский, будучи пьяным, избил ее, заподозрив в отношениях с Захаровым. Этот момент стал для нее последней каплей, и она подала на развод. После расставания с супругом, жизнь свела ее с драматургом Асфальдом Заградниковым, роман с которым продолжался пять лет. Но оба они понимали, что будущее в их отношениях туманное, и в итоге расстались. Следующим важным человеком в жизни нашей героини стал Андрей Леонов, сын легендарного Евгения Леонова. Между молодыми людьми вспыхнули чувства, но родители Андрея не поддерживали союз. И под давлением семьи влюбленные разошлись. Второй брак с Дмитрием Гербачевским также не принес счастья. Вначале история молодых людей напоминала сказку, особенно когда на свет появилась их дочь Анна. Однако Дмитрий, погруженный в работу с группой на Лутилос-Пампилос, часто возвращался домой пьяным и оставлял жену и дочь без внимания. Однажды, вернувшись домой, Татьяна обнаружила, что муж оставил их дочь одну. Это стало поворотным моментом. Она узнала, что Дмитрий изменяет ей с гримершей. Татьяна решила порвать с супругом, чтобы защитить себя и ребенка. Сейчас Дмитрий работает продюсером на Ленфильме. Его знают в киноиндустрии, а совместные фотографии с Татьяной легко можно найти в сети. Татьяна Кравченко, несмотря на все, продолжает свою карьеру и радует зрителей. Коллеги отмечают ее тяжелую руку. Она не терпит несправедливости и всегда готова постоять за себя. Последней любовной неудачей стал ее романтический интерес к Федору Добронравову, партнеру по сериалу «Сватын». Она старалась произвести на него впечатление, но тот остался верен своей семье. И отверг ее чувства. В свои 70 лет Татьяна Кравченко продолжает жить одна. Она много работает и гастролирует, но так и не нашла своего женского счастья.